Только что мы увидели, это было быстро, это было болезненно очень. Как и ожидалось, на самом деле, как и прогнозировали, у VG пик сильнее и проще, и поэтому игра не заставляла долго ждать. Да, даже ДК, который по идее должен был страдать от Viper, закончил 8.0.10. Ну, Viper вначале, конечно, поубивал, это, наверное, была единственная надежда команды LGD, и единственная надежда получить хоть какой-то дэмэдж, DPS, точнее говоря, но, к сожалению, не пошло. Нужно отметить, что Viper был не в миде, он был в хард-линии. Да, Viper был в харде, в миде был Obsidian Devour, и это крайне неправильное решение, на мой взгляд, потому что Devour, в принципе, Dragon Knight ничего не делает, атрибуты он у него забирает, но... Не те. Не те, которые хотелось бы забирать. Dragon Knight, в принципе, неплохо стоит против Destroyer. Но, мне кажется, ребята перемудрили, просто их пиком можно было поставить довольно уверенные даблы и отправить Viper в мид, и, как мы обсудили на предматчевой аналитике, Viper был сильнее каждого из героев Вичи в миде, причем на порядок, и таким образом... Ну, можно было бы... Вот видно, на самом деле, Viper, но очень много надамажил, но не хватило артефактов левела. В общем, ребята сами себя перемудрили, поставили слабые линии, не так, как могли бы это сделать. И, в принципе, игра даже не перешла в мидгейм, то есть Вичи... Ну, и LGD, откровенно, пока на турнире выглядит очень слабо, поэтому Виши все-таки намного лучше выступают и показывают поинтересную игру. Поэтому, возможно, это небольшое, это и сенсация. Ну, я вот включу, конечно, хайлайты. Хайлайты, конечно. Хайлайты было немного, но, как мы видим, хайлайты... Хорошие, сейчас нам самый лучший... Рубрика хайлайты в студии. Да. Потом мы пообсуждаем матчи этого тура, может быть, посмотрим матчи, которые идут параллельно. Так, вот, самый первый замес, причем достаточно такой... Успели ВГ здесь ФБ вырвать. Массивный замес, я бы сказал, то есть не просто какой-то ФБ, а именно... Да, массивный замес, и тот вайпер даблкил получает, и, в принципе, начало так неплохое вайпер даблкил. Да, начало для вайпера очень хорошее, просто брать сразу ботинок, нести какой-нибудь брасер себе и пытаться уже доминировать линию, а может быть, лучше даже в рейсбенд какой-нибудь принести себе, чтобы была аквила. Ну, вы смотрите, да, действительно, очень хорошо чувствуется. То есть он тоже еще сделает триплкилл, по-моему. А вот там еще остается шейкер. Ну, проблема, если ты включишь крипстат, то, наверное, мы увидим, что Дестроер очень сильно выигрывает у Драгонт Найта в миде, в принципе, в салат, можно сказать. Ну, и вообще, начало-то было за LGD, получается, так-то... Да, начало было полностью за LGD, но потом появились ультимейты в ВГ. Да, ультимейты в ВГ, плюс вообще грамотное перемещение ВГ по карте, так скажем, все правильно делают. Да, и вот первый закинул из LGD, и второй тоже отправляется в таверну. То есть не такой уж и плохой лейнинг был, в принципе, в LGD. Лейнинг был хороший, а вот потом какие-то пара правильных решений от ВГ буквально, и вся игра пошла наперекосяк. Причем буквально за 10 минут эта игра закончилась после достаточно хорошего начала от ребят из LGD. Надо отметить, что останавливать пушил Вичи, вот этот, когда они собираться вместе, эти 5 героев, LGD абсолютно не о чем. То есть из Aoe скиллов только Ravage, и Tech Hunter просто не дадут зайти. По-моему, ошиблись, ребята из LGD, даже вот ультует вроде как Тренд Протектор, но с этим ультом можно только отступать. У LGD нету ничего, а у Вичи реально очень много ультует скиллов. Фиссура, Форкет, Раст. Ну что, была вот эта драка, где просто физуру по троим, туда дается Душаман по троим тоже Форкет, туда же Брисфайер по троим, кто-то уже умирает просто после трех этих скиллов, всех остальных по половине ХП. Ну, в GD тут была надежда, это хорошо свести игру в мидгейм, взять какой-то пайп на Тейтхантере, Мекку на Дестроере, Агоним на Вайпере, и тогда, возможно, они могли бы что-то противопоставить Вичи, но этого не произошло. Ну, давайте взглянем на турнирную таблицу по итогам, сначала взглянем на таблицу этого тура, результаты этого тура у нас две игры еще не закончились, IG победили Evil Geniuses, вот этот реплейчик я уже тоже качаю, Na'Vi с клоунайнами сейчас играют, там у них вроде как плотная заруба очень. Да, счет 20.19, 35-ая минута. ДК с Arrow, я думаю, на ДК с Arrow мы тоже на секундочку включимся, посмотрим, как там обстоят дела у ребят из ДК и Arrow, потому что я слышал, что Arrow там, в принципе, очень неплохо смотрится сейчас. Ну, пока давайте посмотрим. Что-то ДК на самом деле не по той дорожке пошли, я могу сказать, они... Может быть, действительно, сказалась проблема со здоровьем Ланема, и... Возможно, все так. Может быть, там какие-то вообще другие проблемы, и просто это так придумали, они... Проблемы замаскированы. Да, под маскировкой проблемы Ланема, ну, в общем, что-то такое. Вполне возможно, но результаты в любом случае, откровенно говоря, не очень хорошие. Смотрите, и без ярко выраженного керрия тут, по-моему, играют. Ну, как, тут есть Артизия на Вайпере, но... Фак, там же сверху эти герои тоже есть, табличка закрывает полэкрана. Да нет, ты знаешь, на самом деле... Я просто Никки хочу, ну, Никки смотрю. Чуан нам вчера показал, что саппорт Алхимик, в принципе, может выносить Мидас с минуты к 13-12. Вообще, да, при доминации, если на стак оттенжентов, Алхимик очень быстро выносит Артизия. Да, помимо Алхимика, там есть еще и Фурион, который, в принципе, керри-герой Вайпер, который... Да, но хотелось бы обратить внимание, что IG катают с пугной, а китайцы с пугной очень хорошо умеют играть. Ну, вот это вот, вовремя собираться, какие-то подпуши, да-да-да. То есть не просто это глупое какое-то там, пошли пятером там на тавер, а именно очень грамотно стягиваться со всех сторон, заходить как-то там из-под таверов, отовсюду. И в итоге очень быстро они с пугной забирают тавра на периферии, по крайней мере, первый тир-1, и очень быстро переходят к забиранию тир-2. Ну, как можно сейчас видеть, на 12-й минуте нет ни одного тир-1 уже у EG, у IG стоит все. И, соответственно, ну, перифарм начинает сказываться, видимо, тут уже драться. Да, уже стоит очень много агрессивных вардов, на самом деле, у IG, на 12-й минуте это нечасто можно увидеть. И я так понимаю, что EG не пересекают, в принципе, половину карты, а если пересекают... Ну, вот какие-то драки тут, вот убивают, EG, между прочим, двоих из IG неплохо очень. Да, и Ferrari тут тоже, скорее всего. Да, тут, смотри, EG тут неплохие камбэки давали, судя по всему. Да, вот они там много проигрывают. Ну, сейчас показали опять просто... Ну, но уже 15-8, что-то стало вдруг, неожиданно. Здорово в EG, кстати, успевает себя спрятать в Астрал, видел, от банки. Но все равно, по-моему, это ему не поможет. И еще раз спрятать, замакшен был бы с Decrypt. Аганима, наверное, нет у него, поэтому... Вероятно, нет. Ну, все-таки, BKG это тот самый пик, вот, Ember-TC, связка героев. Doom это просто сильный самостоятельный герой, который выключает Viper из драки. Ну, SkyRossMag, на самом деле, по сути, тоже самый, это сильный самостоятельный герой. Да, ты знаешь, в Decrypt, кстати, может быть неплохая комбинация. Decrypt все-таки замедляет достаточно сильно, а сверху Ульцкая Мага это может... Вообще, фактически, у них есть такая комбинация, как Decrypt плюс Silence, плюс Level Death Doom, который наносит очень много дэмэджа. Ну, Level Death Doom, он наносит, в принципе, не так уж много дэмэджа, а он, если левел кратный, отнимает просто 20% хп, по-моему. Это вере много, плюс еще там 200 дэмэджа, в итоге получается... Ну, я думаю, что этот дэмэдж не бустится декрипом. Ну, потому что 20% фиксировано он будет отнимать. Ну, подожди, Хоскар отнимает тоже 65% с Аганима, но дэмэдж бустится. Ну, я не уверен, надо проверить. Конечно, ты не уверен, а ты же не ведущий аналитик студии аналитики. А, есть ведущий. Я ведущий аналитик студии аналитики, а этот ведущий из студии аналитики просто. Ты просто аналитик, получается. Да. А я даже не знаю, кто я. Ты NS. Теперь ты не игрок. Поздравляю, я передаю тебе это. Все. Поздравляю. R.O. Gaming, ДК. Да, давайте мы глянем просто... Ситуацию в игре, потому что Na'Vi и Cloud9 хотелось бы побольше уделить время. Тут все-таки интересная довольно игра. Да. Прогружается игра. И быстренько сейчас... Вот она, а Егис на экранах тот самый. Разберемся. Комментируйте эту игру Майл Шторм. И смотрите ровненько, ровненько. Ровненько, пожалуйста. Ну, как ровненько, как ровненько. Ну, такая есть. Так они немножко вроде ведут. Да. Ворфлинг есть, Кунка. Кунка, судя по всему, здесь на роли саппорта выступает, поэтому... Не, это Моши на Кунке, сам ты саппорт. Моши на Кунке, у него реально очень мало. Я смотрю на его нетворс, он четвертый, в принципе, с конца и... Но не пошла каточка. Дело в том, что просто Ланэм много фарма, судя по всему, забирал на Энигме, такое часто практикуется. И вот, собственно, у Ланэм действительно очень много шмоток. Если инвокер стоял с Кункой, а он... Ой-ой-ой, боже, бёрнинг. А где? А где? А где? А где морфлинг? Нет, Дениси очень хорошо. А где морфлинг? Эрол видно, что подсобрались в этом матче. Пик уже более-менее разумительный. Бэтрайдер и аппарат, мы уже обсуждали, что это неплохая связка героев. Хороший пик, хороший. Мне тоже нравится пик Эрол. Здесь уже не какое-то сумасшествие, а такой грамотный. Есть с чем подраться, есть с чем попушить, есть с чем погангать. Довольно хороший пик. Ну и ДК. Непонятно, смогут ли что-то здесь из этой игры сделать, учитывая то, что топ-герой по Нетворцу у ДК это Энигма. Энигма это не самый сильный герой для того, чтобы побеждать. Всё-таки это не Кэрри. Это, конечно, не Кэрри, но с другой стороны, сбивать Эрол Блэк Холл в БКБ могут только лассо Бэтрайдера, а это рейндж слишком маленький. Ну, может быть, при каких-то условиях и возможно, если Энигма прям как-то будет кастить Блэк Холл не под себя, а перед собой. Перед собой на максимум рейндж. На максимум рейндж перед собой, то Бэтрайдер может быть... Но это тяжело, очень тяжкая ситуация, очень редко возникает. Эрол очень грамотно действует в этой игре, на самом деле. Ну, да. Непонятно, как закончится эта игра. Да, но мы переключимся на Na'Vi Cloud 9, потому что здесь всё-таки... Самый интересный замес. И сразу я попрошу вывести нам табличку третьего тура, чтобы понимать, какие игры мы увидим с вами на нашем стриме, на стримах параллельных. Я вот даже скажу, что на нашем стриме у нас будет проходить матч Вичи Гейминг против Na'Vi US. Альянс против Маус будут на стриме у MailStorm на третьем стриме. На'Vi Titan на стриме Версута и Last'a на четвёртом, и Fnatic против LGD, стрим второй. Но, в целом, тур такой достаточно интересный нас ожидает. Насыщенные игры, да. Ну да, разве что Na'Vi LGD так себе, мне кажется... Fnatic LGD. Ой, Fnatic, да-да-да, LGD, конечно. Мне кажется, опять LGD, что-то у них... Всё остальное, вот, я думаю, будет очень интересной игры. Альянс Маус даже, мне кажется, может преподнести сюрприз. Ну, здесь уверенно очень себя чувствует Дэнди. У него, в принципе, довольно большой надворост для сороковой минуты. Нет, Дэнди чувствует себя очень уверенно в этой игре. Начинает он щёлкать просто. Но, на самом деле, Нага себя тоже чувствует довольно-таки уверенно. Единственный вопрос к Eternal Envy. У нас всегда к нему есть вопросы. Зачем он купил БКБ на Наге? Ну, хоть не с Кади, именно там спасибо. Нет, ты знаешь, возможно, с Кади поинтереснее вариант. Ну, БКБ реально не работает против Войда, не работает против Бэтрайпера. И БКБ не работает на иллюзиях. И БКБ не работает на иллюзиях. Какая проблема есть с БКБ на героя типа Наги Сирены? Да, так вот здесь вот поймали Дэнди. Ну, его, может быть, не получится схватить. У него тоже есть БКБ, но его она тоже не поможет, судя по всему. Ну, мана всё равно высасывается. Сейчас закончится лета, он будет без мана, уже ничего не сделает. Кстати, я не уверен, если после сна Дэнди сразу прожимал БКБ и даггер, по-моему, получилось бы выпрыгнуть. Возможно. Никто не знает, но вообще у него не вышло это. Вообще, даггер можно даггериться, можно почти откуда угодно. Из-под поля Дисраптора можно даггернуться и вообще откуда угодно, если даггер нажимать в ту сторону, куда герой смотрит. Насмотрит, да. Даже из Блэкхола я слышал паком после фейсшифта. Ярослав, ты поставь там, чтобы мы видели игру, появилась наша игра. Так, вот на Eternal Land Дэнди с байбэка влетает, но, похоже, здесь БКБ-то его не особо спасает. Ну, судя по всему, тут Na'Vi победят, потому что у Naga действительно странный и тимбилд. Да, и в принципе, кроме Naga, герои страдают очень и очень сильно от тинкера. На самом деле, по-моему, если была бы какая-то тарасочка, иллюзии жили бы дольше, это было бы... Конечно. ...намного лучше. Лучше, но я не уверен, что это бы помогло, потому что AOE все-таки достаточно. У Na'Vi есть Цент Кинг, который, в принципе, неплохо очень контрит иллюзии Наги. Но все равно, все равно, это БКБ, но это не пришей... Да, это очень плохой выбор. ...куда-то там рукава. Не пришей хвост по иллюзиям Наги. Ну, короче, выбор реально так себе. Envy знаменит, конечно, своими этими билдами. Что сказать я еще могу про эту игру? Блин, мне кажется, Na'Vi уверен. На самом деле, после пика уже казалось, что Na'Vi уверен должны побеждать, но у них были проблемы в игре, но они, по сути по всему, вот проблемы свои закончили. Это последняя драка, похоже, проблем больше нет. Да, похоже, проблемы кончились на этом моменте. Да, и ГГ пишут C9. Очень правильный выбор. И мы возвращаемся. И Аганима от хвоста, в принципе, он не стал делать себе и тимена дэмэдж, потому что у него, в принципе, очень сильный магический прокаст у тиммейтов. Это аппарат Цент Кинг и Тинкер. Это все-таки главный герой в этой страте был. И их хвосту было достаточно подержать ребят в куполе. Дэнди очень здорово отыграл. Возможно, на него много играли по игре. В любом случае, у него был на 20-й минуте где-то на Дворсу в районе 13 тысяч. Дэнди убил в соло нагу в миде. Ну, бывает. Он опережал по Недворсу тысяч на 5 ближайшего своего преследователя в один момент. Тут, кстати, вроде как Дикей немножко вперед. Да, наверное, какой-то был хороший тимфайт с Эннигмой. Посмотрю графики. Графики вообще такие... Ну, в любом случае, Фантомочка как бы получает фарм. Ну, да, Фантомка это всегда опасно. 4 тысячи крит хотим увидеть мы все еще. И я подозреваю, что в лейте морфлинг послабее, чем Фантомка будет. Просто потому, что все-таки у него сейчас много артефактов на магический урон. А физического мало. 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 Ну, Фантомка, да, она на самом деле просто в лейте может случайно с одного крита убить этого морфа, перекачанного в ловкость. Там довольно много защитных таких спеллов у ДК. То есть к морфу не дадут, мне кажется, просто так подобраться. Есть еще Гост Шип, который силен в лейте на самом деле весьма. Ну, и у Эрроу есть чем откинуться, есть чем драться, есть аппарат. Не, на самом деле вот Гост Шип под Блэк Холл это очень сильная комбинация, может быть. Плюс есть Сайленс на каком-нибудь. Без Аганима, я так понимаю, да, аппарат еще пока. Говори, я буду нажимать. Да. Мне несложно. Тысячу голды не хватает аппарату. Спасибо, Иван. Ну, вот с появлением Аганима, мне кажется, у ДК могут начаться проблемы, потому что... Ну, Морф не сможет перекачивать очень долго, и это ГГшка называется для морфа. Когда Морф не может пользоваться морфингом своим этим, он теряет львиную долю своей полезности. Конечно, теряет, но все-таки по сравнению вот с этим вот, мне кажется, опять же, комбинация Блэк Холла и Гост Шипа, она слишком сильная. Сейчас, мне кажется, тут будет тимфайт наверху, если нам Дерек камера покажет. Нет. Там идет, да, заруба лютая. Убили морфа. Заруба лютая, разменяли морфа по итогам на Бэтрайдера. Это хороший размен. Морфу никто не помогал, потому что все убивали Бэтрайдера в этот момент, и наоборот. Блэк Холл я не увидел. Его не было. Не было, да? Так, что там у Бенигни по артефактам, простите? Слишком много суппорт-айтемов, не сможет она особо хорошо вырваться. Закарриировать не сможет. Ей бы, на самом деле, было бы великолепно скоро очень продать Солринг, продать Пай, продать Меху, купить себе Даггер, Оганим. Солринг, в принципе, можно продавать на этой стадии игры. Ну, Даггер уже можно брать, на самом деле, да? Я думаю, ой, хорошо, тут нападение на ДДЗ. Я знаю одного парня из твоей команды, который гораст на вот такие вот мувы. Инвизные приключения. Инвизные приключения в то же время, в том же месте примерно, где сейчас умер инвокер команды Arrowgaming. Ну, бывает, интернет, что ли? Да. Ну, непонятно, что он там делает, чего хотел, вообще, и как, и где. Ну, это, как бы, ты не знаешь, что ли, что Инвиз, это неуязвимость. Это... Неуязвимость. Ты невидим, у тебя невозможно. Начинается наша игра. Начинается наша игра. Да, наша игра. НАТО с Винстери ЮС против ВИЧИ ГЕМЕЛЬС. Ну, здесь, мне кажется, тяжело. ВИЧИ все-таки...